Еще раз хочу поблагодарить, что вы сегодня пришли к нам. Сегодня наша ночь посвящается 70-летию Великой Победы. Итак, мы начинаем. Суровые дни 1941 года над Советским Союзом нависла опасность потери государственности и уничтожения народов страны. Низкий поклон и бесконечная благодарность воинам и труженикам тыла, которые не только отстояли свое право на жизнь, но и спасли народы Европы от фашизма. Но в некоторых странах фашизм возрождается снова. Сумеет ли современное человечество остановить эту опасность? Надежду и силу мы будем черпать в исторической памяти. Прошлое всегда будет шагать рядом с нами, оберегая наше будущее. Сегодня будет ночь воспоминаний, и сердце тесно от высоких слов. Сегодня будет ночь напоминаний о подвиге и доблести отцов. Слово Нине Васильевне Зязевой. Сейчас вы увидите сцену из нашего спектакля, который называется «Шлемоносец». Он поставлен по повести Евгения Носова «Святский шлемоносец». Рассказывает историю предвоенной деревни, очень похожей на нашу низкую деревню. И рассказывает о людях, которых война застала врасплох. Люди, которые всю жизнь пахали землю, растили детей, мечтали о какой-то лучшей жизни и вынуждены были все это бросить и идти на войну. И вот вся повесть Носова захватывает первые две недели войны и описывает процесс о том, как человек, не думавший о войне, становится воином и солдатом. Я думаю, вам все будет ясно и понятно, даже тем, кто не смотрел. Итак, июнь 41-го. Небольшая русская деревня. Очень похожая на нашу холестику. Получив повестки, не сиделось мужикам по домам. И как-то неожиданно для самих себя собрались они у деда Селивана. Вот, вот вы где все. Еще один заветный. А это было бы за перчатку. А ну, дай-ка с твоего закурю. Сколько не закурю? Никак не разберусь. Что ж ты туда добавляешь? Ничего особенного. Ну, донечку самую малость. А как у Вань Жалцова? Да любой пойдет. Но мне больше белый нравится. Остальное все лист сам свое покажет. Ну да, Кристо и у меня у Солова такой. Такой да не такой. А какой же? Я ж у него рассаду-то брал. Касьяна. Да мало ли чего брал. Рассада-то ведь еще не завод. Я вам давеча в Сиднон-то рассаду у Солика взял. На капусту-то. Уж больно мне у капусты-то понравилось. Сладкая. И ведь садили по уговору в один день. И земля-то моя не хуже. Так погляди у него-то завелась. А у меня как занемело. От одного, от одного матери, до тех, кто дети разные. А вот растения, откуда знать, куда идти. Ну, все растения. Ну, теперь еще и сказать не грех. Есть охотнички-то? Скажи, дядя Льва. Ну, тогда и я скажу. Ты хозяин, тебе и слово. Ну, стало быть, ребятушки, подошел ваш царь. Пришло время к вам собирать с умы. Ну, наступайте с Богом. Держитесь. Это и будет вам древ слово. Анатолий. Ну что, братки, давайте выбьем. Ну, так и будь, который утренец. Ой, что, в магазине это делается садом. Водку на расхват. С Ситного понаехали. Говорят, там уже все разобрали. Пойдем, у нас полдеревни пьетут. Да какое полдеревни? Больше? Да. Видимо, и мы не последние. Так, точно. Так, что, в магазине ты слышал? Будто сперва в конторе собираемся, а оттуда уже все и пойдем. Ну, так-то правильно, так-то ладнее будет. Вот еще бы подводы дали, седора покидали. Подводы дадут. Никаком я в гости. Вот лишь бы кто потом лошадок обратно в деревню отогнал. Дед Селионы отгонит. Хотя в чем топ-то? Вадим, ладно, вадим лошадку. Ты решенок? Да ладно, пустое все это. Пешие, взкомные. Все мы там будем. А вот забота-то сено. Сено. Хлеб неубранный остается. Как-то бабы без нас справятся. Ой, что бы ей погодить-то? Вот недельки три бы четыре убрали бы хлеб да сено. А уж тогда и... Да, не вовремя война зачалась. Так ведь и когда нашему брату пахнет, то война в пору была. Смерть до войны не звана завсегда. А я вон сарайку начал рубить. Три ли давить до крыши не довел. Знал бы таки, не начинал. Лежи материал в сухом. Что тут поделаешь-то? А вон целом и все равно не улюбиться. Так ведь и война с нашими-то делами. А вот когда все началось, тут уж годи-не годи. Бросай все-то иди. Тут уж тушить надо дно, пока сама избател не загорела. Да. Мы с вами сидим, курим, пьем. А он идет. И вчера шел. Типа за вчера. А правда, что немец по часам вывезет? А да как это по часам-то? Ну, сказывают. Сперва побреется, найди колонится, кофе попьет. А ты, девушка, разбирай ружье и начинает палять в нашу сторону. Потом пополнечает, сапоги сымет и на боковую мертвый час, стало быть. Потом еще сколько-то повеет? Аккуратно, 8 часов получается. Вроде как, в одну смену. Да мили-мили, Емеля, как она в одну смену-то? Война тебе чего? Завод или фабрика какая? А немцу дорожит и фабрика. Ведь не спростраим всем, часы дадены. Сказывают, все как есть при часах. Ну, сами. Ну, а дальше что делают? Ну, руки морзую, женаю, и на боковую. Ночью они, не боже мой, чтоб идти куда, ни за что не пойдет. Все храпок отдают. Только часовых выставляют. О, гады культурные, а? Ай, брехня какая. Рассказывают мужики, они еще и страховитые. Да. И будто каски у них по самые плечи, чтоб ни одному пуля не попала. Погоди, погоди. Это если по самые плечи, вроде ведра ведь получается. Да. Ну-ка на легкую ведро там. Примей. Ну, куда смотреть-то будет? Нет, может, конечно, там дырки какие прорезаны. Для глаз. Ну да, возможно. А еще говорят, а каска-то у них рога. Ну, рога-то зачем? Ну, так конечно, не нашинская вера, а может вообще никакой. Вот поэтому не рога. О, ребят, никакую козюлю-то нам бить придется. Да, точно. Вот это, ребятушки, я вам больше что скажу. На войну, чтоб холодную воду, уж лучше сразу. А то к месяцу дома посидел, голова не своя, пора не рога-то. Ты как мой этаж думай-то, хуже в шиза ест. Вроде не воевал, а уже упакован. А так, как нырнул, да чтоб душа не кронила. Да и пап не слухать. Ой, не говори, детка. Вторую ведь неделю война. И вторую неделю моя Катерина Евмяревер. Садимся за стол, вперед, спать ложимся, она опять за свое. И глядит, вытащится на меня вот так. И глядит, как будто я приговоренный. Завича, когда повестки-то принесли, как взялись вдвоем Катерина да бабка в две-то трупы, да так, что и пёс-то на цепи не выдержал и вместе с ними зову. Хоть тиздом убеги. Эх, сухолики, не вешайте носок, не те слезы, что норать, а те, что пасля. Еще бабы наплачутся. А помнедр, дели голова в кустах, али грудь в крестах. Хорошо, а с печи-то глядеть, как медведь козу дерет. Ха! Ха! Ох ты, какой затяник-то! А чё? А не, что я-то не прошел? Никому не показывал. А вот я покажу. А вот взгляди. Ну и чё? А ты повороши, повороши. О, орден что ли? А, Егорий, ребятушки, Егорий. Чё себе? Слыхай, слыхал. Видать не доводилось. А где ж ты убедить-то мог? Да ничего, ты не шибко хвалил отца. Вот, думал, приду с войны, надену, покрасуюсь, а вот так ни разу не одел. Всё, баяли, будто за царя шибко старался. А не, что я за царя, а ура-то кричал. Я вот всё за вас, за всё-то, на женское старался-то. Вот. Да, он опять, ироды, на Россию топрут. Ох, видно, пришло времечко, теперь ещё вам ура-то кричать. Выплекивайте свои орденаторы, медали. Сколько уж в Бали было-то? Везде наши хаживали. Но никто домой сраму не приносил. А, ну-ка, все будут не таковские. А вот, кто среди нас природный воитель, так это Косянка будет. А у них звёт, видите, что он всё-таки помалкивает, да попусту, не было боли. С чего? Ты взял? Так я то, что знаю. Да я с детства и птахи-то из ручья не стрелил. Ну, так это пустое, что ты птахи-то не стрелил. так с чего быть-то? А вот быть, Косянка, наречение твое такое, указание воинскому делу. Ого, да ладно, какое такое указание? А вот сейчас, ну-ка, что раскрою. Ну, темнее. Что скажут? про Косянку-то сказано. Нареченный Косяно да возгордится именем своим, ибо несёт оно в себе освящение и богословение Божие подвигом правным и славным. А исходит оно из пределов греческих и взято от слова Каасис, разумеющего шалом воина. И всякий насящий имя сие есть непобедимый и хабрый Шлемоносец. Оржумел? Да, не знаю. Видать, сизмство тебе уготовано, шлем-то носит. Да, сизмство, гусей телят пас. А сейчас за конями хожу. А как телянку-то ты пас, да. Аж лом-то, тебя с той поры даже, да, лси? Ну так всё правильно. Пойдёшь днями надедут железную каску, вот тебе и шлемоносец. Казка, ты на кого хочешь можно пялить, хочешь на баранов, хочешь на козла, не в каске суть. А видишь тут, как об тебе-то сказано, ибо несёт оно в себе, освящение, понял? И благословение подвигам. Ох как. Эх, не важно, что ты так это не стрелил. Не велика нам куда-то обучишься. Вот. Но ежи тебя обытованно, ты не стрелямши ни в кого, можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся, и вот дадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя трон и позор великий. Понял? Что-то вижу, не понял. Сомневаешься? пустое, да? Да, ага. Ну тогда давай с любого боку подойдём. Вот кто у нас такой Прошка? Наш Прохор Иванович. Протерёвный. Председатель. Правильно, председатель. А мог ли он знать, что будет председателем кратного ротея мальцём телёнка пас? А откуда смотришь? Правильно, не мог он этого знать. Нарекли-то его. Отец матери Прохором-то бегло такой ушастый пашинок по деревне наберёк и знали себе ничего, так? Ну да. А теперь эти книгу поглядим. Ну давай, давай. Вот, так как Прохора-то сказано-то. Так, ага, ага. Вот Прохор. Смысл наречения всего пригож, ибо, разумеется, бой песноводителя заставлено сие имя из двух долей, где хор означает совместное песнопение, а доля Прох понимается как старший. Соответственно, имя-то Прохор получается как старший над хором запевала. Ну, так Прохор Иванович песен-то не поёт, не поёт. Правильно, он ведь партия ему не положен, но книга-то не нонешняя, не до перечи писанная, Но суть-то совпадает, запевала, всей нашей жизни-то голова. Что-то здесь есть. А ну-ка, Селиван Степанович, читай-нибудь, что там про меня-то написано? Алексей, ну давайте с тебя поглядим. Алексей, Алексей-то вроде как защитник, но так вот и написано. Видите, заступник отечества всех страждущих, слабых и малолетних всех человеков и тварей божьих. И дыть тебя в кадушку с обмечами, ай да Лёха, ай да звание у него. А ну-ка, а что там, про Афоню-то пишут? Афоня. Ну скажи, про Афоню-то Афоня, не просто какой лопух-то в огороде, ай, тоже надо будет с добром-то. Не боящийся смерти. Вот это ну а про Петра-то да-да, что там написано? Петро, вот Петро, крепкий, жоркий, как камень. О-ка. Да, ребят, а видать, книга-то не простая, и имя-то человеку, видимо, дается не спроста. Не просто, чтобы за сарай бегать, живу, да? А чтобы для какого-то смысла. Слушайте, а ведь получается, что мы все тут в каком-то смысле шлемоносцы, не боящийся смерти, твердый, как камень. Поглядите, ну, ребята. Ну, соколики, зашеломы ваши, чтоб стоять им крепким заслоуном. Святата сторона, где бы плохо зашеломы ваши. Зашеломы ваши. А послушай, дед Сильван, вот я все хотел тебя спросить. Ты ведь воевал. Там ведь убивать придется. под шелом идешь, а до селя не ведешь. Мне что там бабки играются. Я не про то хотел спросить, но вот ты там был, так вот как оно тебе доводилось, чтоб саморучно-то? Ой, было косянка, было, было саморучно. Ну, так ведь там соседа не попросишь, самому надо, ну, ну, так пойдете, всем доведется. Ну, и как ты его? Человек ведь? Ну, так ведь ясно делал, что человек-то, ну, поначалу думается, что человек-то. А потом, как наглядишься, ты как насмотришься, да как покатится душа-то под гуру. Так вот, то и не вспомнишь, даже и рук не вымоешь. Уж ли не страшно? Ну, по правде сказать, с починутом. Да, гадки, вас вот так вот послушать, так вам будет такую войну, чтобы курицу-то не ушибить. А тебе самому, какую надо? По мне не умирать, по мне убивать страшно. Алисанн такой. Красиво, он гибнет. Немец идет душегубничать, малых детей и тех не щадит. Да кто ж про то не думает-то? Уж и думки за думки зашли. А вот завтра сберемся все и поедем. уходили люди уходили. на войну, со своим они прощались дома. И запоминая тишину, шли они по улицам знакомым. Сотни влились тысячи, а те тысячами густо обрастали. Строились дивизии, полки, скриптелек летал загрохот стали. И вливались в рейки ручейки, чтобы зре скорее родилось море. Уходили люди на войну через зло, добро, любовь и горе, через слезы жены матерей, через нерастраченные ласки, через горький плащ своих детей, через нерассказанные сказки. уходили люди на войну, через золото грозив беду вернуться. А сейчас мы пройдем приглашаем вас в зал воинской славы.